Напомним, в воскресенье подводный аппарат «Титан» с пятью пассажирами на борту покинул вспомогательное судно и спустился на дно океана на глубину около 4 километров. Батискав отправился к месту, где покоится «Титаник», затонувший более ста лет назад. Надводный корабль потерял связь с «Титаном» примерно через час и 45 минут, и с тех пор ведётся широкомасштабная спасательная операция. Подводный аппарат имеет аварийный запас кислорода на четыре дня, и в эти часы он подходит к концу. Поиски продолжаются. Недавно спасатели услышали звуки, указывающие на присутствие человека в районе, где батискав видели в последний раз. К масштабной поисковой операции подключились военные и коммерческие самолёты, суда и высокотехническое подводное оборудование из США, Канады и Франции. Ранее береговая охрана США сообщила, что канадский самолёт «Пи-3» зафиксировал подводные шумы, однако их источник не удалось установить. На борту находились пять человек, в том числе и туристы, среди которых британский миллиардер, пакистанский бизнесмен и его сын. Они отправились в экспедицию к месту аварии «Титаника». На судне «Титан» находится французский пилот подводного плавания Поль Генри Наржиоли, гендиректор и основатель «Ошенгейт-Ихпедитяз» Стоктон, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. «Титан» – это небольшая подводная лодка. Оператор «Ошенгейт» предлагает туры стоимостью более 250 тысяч долларов. Обычная экспедиция включает одного пилота, эксперта содержания и трёх туристов. «Батискав» способен погружаться на глубину почти 4 км с комфортным запасом прочности. Обломки «Титаника» лежат на глубине 3,8 км, и подлодке нужно около двух часов, чтобы опуститься к затонувшему кораблю. Судно весит более 10 тонн. Во время миссии оно посылает сигналы каждые 15 минут. На момент подачи заявки на туристические экспедиции заявлялось, что «Титан» совершил более 50 испытательных погружений. А сейчас «Батискав» находится на такой глубине, что всего пять подлодок в мире смогут опуститься к нему. Билет на борт обошёлся миллионерам 250 тысяч долларов, но сидячих мест там нет. Все сидят на полу, даже не в состоянии вытянуть ноги. Когда один из инженеров заявил, что лодка опасна, его просто уволили. По другой информации, «Батискав» не предназначен для погружений на такую глубину и не проходил тестирование. Суммарное состояние людей на борту составляет приблизительно 10 миллиардов долларов. Что сказать, деньги спасают не всегда.